Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Волейбольное обозрение и я Евгений Монархович. Начался сезон уже не только у профессиональных спортсменок, но и у воспитанниц детской и юношеской спортивной школы. Нас, понятное дело, в первую очередь интересует с дюшер Жемчужина Полесья, волейболистки которой начали готовиться на грибной базе Мозорского филиала Гомельского училища Олимпийского резерва. Волейбольную команду Жемчужина Полесья 98 можно назвать дружиной опытной, хотя в ней играет всего-то 14-15-летние девчонки. Правда, несмотря на свой юный возраст, волейболистки специализированные детская и юношеская спортивная школа Олимпийского резерва Жемчужина Полесья уже успели поиграть за свою недолгую спортивную карьеру во множестве турниров и сумели даже завивать почетные трофеи, последние из которых бронзовые награды в республиканском турнире детская лига и золотая медаль командного первенства республики среди девушек у пляжного волейбола. В наступающем сезоне от девчонок ждут новых достижений, впрочем, это относится ко всем воспитанницам отделения волейбола из дюшер Жемчужина Полесья. Учебный год еще не завершился. У нас учебный год завершается 31 августа, а начинается новый учебный год с 1 сентября. Но подготовку к сезону уже начали, в принципе, все команды. И наша основная команда Жемчужина Полесья, и все группы учебные и спецклассы, у нас их 4 на сегодня, начали подготовку и 4 спецкласса. Старший спецкласс школы номер 9 работает в городе Мозырь на базе училища Олимпийского резерва, где вы сейчас видите. А большая группа девочек 3 спецклассов школы, образованные классы 16 школы, 14 и 13, 51 девочка уехали в лагерь выездной на 21 день. То есть там, я думаю, что они тоже очень плодотворно поработают. И я думаю, что все наши 4 спецкласса очень в хорошей форме должны подойти к новому учебному году. И те соревнования, которые ожидают в 13-14 году, они очень достойно будут защищать честь не только нашей школы, а и завода, города, области. Я думаю, что и, наверное, Республики Беларусь наша. Сами девочки не меньше своих руководителей хотят добиться успеха, хотя после отпуска их функциональное состояние нельзя назвать оптимальным. Мы после отпуска заниматься очень тяжело, но мы втягиваемся, работаем, будем лучше и лучше. Одна из волейболисток, на которой уже в грядущем сезоне возлагаются большие надежды, Дарья Аврамчик. Даша уже сейчас временами демонстрирует просто блистательный для своего возраста волейбол. Если эта девочка будет также стремительно прогрессировать, уже в этом сезоне мы сможем увидеть ее в форме профессиональной команды. Жемчужная Полесия 2. Сейчас у нас проходит лагерь. Первые тренировки были, конечно, сложные, мышцы болят. Но мы будем стараться очень. Мы же хотим в новом сезоне получать первые места. Скоро у нас предстоит турнир «Молодечно» по детским спортивным школам Республики Беларусь. По 97-му году рождения. Там у нас будут две команды. И мы хотим, конечно, сейчас работаем для того, чтобы там занимать более высокие места. Еще одна талантливая спортсменка Яна Скороход. Вот уже кто не знает усталости, так это Яна. Кажется, скажи, тренер заниматься сутки, Скороход даже брови не поведет. Теперь бы направить ее энергию в нужное русло, и тогда, вне всяких сомнений, Яна станет одной из лучших, если не лучшей нападающей Беларуси в своей возрастной категории. Мы с девочками ходили на грибную базу и подготавливались. Мы бегали и играли 2 на 2. А вот сейчас мне вообще очень легко. Я даже, как вам сказать, не напрягаюсь. Новый сезон для Яны Скороход, так же, как и для Дарьи Аврамчик, может стать дебютным в профессиональном волейболе. Конечно, если это случится, то выступать Яна будет в дублирующем составе «Жемчужины». Но все же, даже игры дубля – это уровень гораздо выше того юношеского волейбола, в который сейчас играет Скороход. Ну, конечно, мы хотим занять первое место на детской лиге по 98-му году. Наш тренер нас очень подготавливает, и мы, наверное, едем в лагерь в сентябре. И будем очень стараться. Еще одна стремительно прогрессирующая волейболистка – Александр Карабинович. Саша, обладая яркой внешностью, получала много предложений от модельных агентств. Но все они были просто отметены, так как волейбол – это не просто игра для Карабиновича. Это настоящий образ жизни. «Отпуск я провела в Москве. Отдыхала, гуляла, скучала по тренировкам, поддерживала форму. В новом сезоне я хочу достичь чего-то выше, новых результатов. Два года я занимаюсь волейболом, люблю за общение с девочками, за коллектив». Волейбол, как это принято считать, игра для тех, кто высок ростом. И даже на уровне детских и юношеских команд тренеры стараются подбирать свой состав игроков с хорошими физическими данными. Но это совершенно не значит, что девчонки, несколько уступающие своим сердцем в росте, не могут хорошо выглядеть на волейбольной площадке. Хотя, конечно, чтобы добиться успеха, таким спортсменкам нужно очень много тренироваться. «Упорством, целеустремленностью. Ну, хоть я не такого высокого роста, но я стараюсь работать наравне с девочками, которые намного выше, чем я. Я долго хочу заниматься, мне это очень нравится, но я никогда не задумываюсь над тем, чтобы перестать заниматься. И, ну, я хочу играть на достойном уровне, попадать в команду». Все-таки есть что-то в этом волейболе, что он так привлекает девочек, заставляя ходить на тренировки порой по два раза на день. «Волейбол сам по себе спорт очень увлекательный. Это чем-то завлекает, это интересно, когда мяч, когда хочешь к чему-то стремиться, добиться какой-то цели». И, конечно же, каждая из девчонок хочет в будущем играть в профессиональном клубе. Мечтает об успешной спортивной карьере и завоевании самых почетных трофеев, которые только существуют. «Конечно, мне кажется, каждый игрок и каждый тот человек, который занимается своим видом спорта, он в дальнейшем хочет добиться чего-то, то есть стать профессионалом. Я думаю, этого каждый хочет, и я тоже так же этого хочу». Очень ярко отдельные матчи в прошедшем сезоне отыграла Мария Шурмин. Но вот в иных играх мы не видели ее на площадке, как выяснилось, исключительно из-за проблем со здоровьем. Но верим, что спорт поможет Маше избавиться от своего недуга, и она еще много лет будет радовать своих поклонников мастерством на волейбольной площадке. «Тренировки для меня немного сложноваты, потому что у меня проблемы немного со здоровьем, но стараюсь работать, и насколько могу. Бывают такие, что бывает сложно, но все равно как-то стараюсь, чтобы получилось. Сезон бывший сложился для меня не очень хорошо, потому что также были проблемы со здоровьем, но стараюсь, усердствую и стараюсь, чтобы все хорошо». Кроме спортивных успехов, девочки добиваются хороших результатов и в освоении школьной программы. Хотя, конечно, совмещать профессиональный спорт и учебу непросто. И хорошо еще, что сейчас пора школьных каникул, так как тренировки на песке во время первого, можно сказать, пресезонного сбора – самые сложные. «Конечно, тяжело, но со временем привыкаешь. Очень нравится, и хотим достичь высот каких-то. Мечтаю вообще первое место. Довольно-таки тяжело совмещать учебу и спорт, но мы стараемся, и получается достаточно». Настоящим открытием прошедшего сезона стала Виктория Журавская. Очень успешно выполняет эта девочка функции основного, оборонительного игрока практически во всех матчах своей родной «Жемчужной полиции». «Я играю как игрок Либера. Мне это очень нравится, работать на приеме, всегда на задней линии. В будущем я хочу попадать в основной состав. Я буду для этого работать, очень стараться». Позиция Либера, помимо ответственности, требует от волейболистки и большой самоотдачи, так как здесь нередки падения, да и мяч при подаче и атакующем ударе часто летит с такой силой, что, попросту говоря, отбивает руки. «Руки не болят, когда привыкаешь, когда принимаешь все правильно, когда есть техника. Игром Либера я стала, потому что у меня низкий рост, так как на сетке я играть не смогу». В прошлом сезоне одно удовольствие было наблюдать за тем, как играет в волейбол Дарья Сирош. Девочка, безусловно, талантливая, самобытная. И при должном отношении к делу из Даши может вырасти настоящая звезда мирового волейбола. Правда, для этого нужно много трудиться и, что не менее важно, соблюдать спортивную диету. «Отпуск провела я хорошо, скучала я по волейболу. Сейчас тренировки мне легки, и мы стараемся совершенствовать». Тренер «Жемчужины по лесу 98» Надежда Васильевна Рубаковская старается как можно больше разнообразить тренировки. Чтобы девочки не уставали, если не физически, то хотя бы психологически. Правда, от занятий с мячом не уйдешь, но может именно игра и является той психологической разгрузкой после необходимых, но несколько монотонных упражнений. «Тренировки проходят хорошо. На тренировках мы бегаем, прыгаем, мячами занимаемся и играем». Подготовка волейболистки – дело непростое. Ведь, несмотря на кажущуюся простоту этой игры, девочки должны обладать, кроме хорошей техники, отменой выносливостью, силой, быстротой, ловкостью. «Безусловно, волейболистка должна обладать всеми качествами и должна заниматься абсолютно всем. И укреплять свою общую физическую подготовку и непосредственно техникой волейбола. Качествами она должна обладать настойчивостью, упорством, целеустремленностью. У нее должна быть цель, и она должна к ней всегда стремиться и выполнять все, что ей говорит тренер». Ну и настоящей звездой «Жемчужины» можно назвать Карину Пинчук – девушку исключительных способностей, которой всецело предано волейболу. «Отпуск у меня прошел, можно так сказать, на волейбольных кортах, потому что я каждый день посещала тренировки, ну, для себя поддерживала форму, чтобы потом выйти на тренировки и чтобы все хорошо было». Тренировки для Карины никогда не были какой-то неприятной обязанностью. Она не относится к тем игрокам, для которых волейбол ограничивается только матчами, а тренировки – рутину. Пинчук и на состязании, и в подготовительный период излучает с собой радость и удовольствие. От каждой секунды, проведенной на площадке. «Я поддерживала форму, и в принципе первые тренировки были для меня, ну, хорошо проводились, вот, и мне тяжело было. Ну, нравится мне все, конечно, некоторые есть моменты, которые для меня еще сложно, но в основном все хорошо». Интересно было узнать у этой юной, но уже знаменитой спортсменки, продолжает ли гореть огонь в душе ее, который позволял ей в самые тяжелые моменты матчей не опускать руки и добиваться победы для своей команды. «Продолжает, с каждым годом все больше и больше. Ну, даже не знаю, что помогает мне поддерживать. Наверное, хотение там может играть, вот, ну, как бы мне нравится волейбол, я хочу в дальнейшем заниматься им». Нет сомнений, что уже в этом сезоне, 2013-2014, Карина Печук выйдет в форме «Жемчужная Полесья-2» в матчах республиканского чемпионата. Правда, в каком туре это произойдет, мы точно сказать сейчас не можем. Все в руках самой спортсменки. «Насколько быстро я попаду в состав команды, ну, в высшей линии, зависит от того, как я буду тренироваться». Все успехи воспитания с отделения волейбола с дюшер «Жемчужной Полесья» неразрывно связаны с именем Надежды Василины Рудаковской. Надежда Васильевна всей душой предана волейболу и вряд ли найдешь в Мозыре другую такую женщину, которая бы столько времени и сил отдавала этой игре. Прошедший сезон, впрочем, как и многие другие, прошел для Рудаковской успешно. Ее команды добивались значительных успехов на турнирах всех уровней, а сама наставница по праву считается одним из лучших волейбольных тренеров Беларуси по подготовке юных дарований. «Где может тренер проводиться в отпуск? Конечно, на работе. В отпуске мы тоже приходили тренироваться на песке, потому что получается, что календарь таков, что пляжный волейбол могут играть только летом. Поэтому мы тренировались на грибной базе и участвовали в первенстве Республики Беларусь по пляжному волейболу, где заняли первое командное место». Наступающий сезон обещает быть очень насыщенным, как для жемчужинок, так и для их тренеров. Уже по традиции мазарянки будут представлять сборную Гомельской области на республиканских турнирах. Продолжится и розыгрыш детской лиги, где от нашей спортивной школы станут выступать сразу несколько команд. Ну и, конечно, с большим нетерпением мы ждем состязания дублирующих коллективов профессиональных команд, в котором ожидается участие сразу нескольких героинь нашего сегодняшнего сюжета. «В сезоне, я считаю, что мы только готовимся к сезону, и опять-таки продолжается еще пляжный волейбол, поэтому у нас снова две пары будут участвовать за Гомельскую область в спартаке, а детская спортивная школа. И надеемся, что мы учтем те ошибки, какие были у нас до этого, чтобы действительно занять призовые места и достойно выглядеть на республиканском уровне. Остальные девчонки тренируются в режиме классического волейбола, потому что с сентября у нас уже будет только классический волейбол, и в сентябре планируем провести международный турнир, либо выехать в Россию, либо в Украину и показать себя как достойная хорошая команда, которая может представлять нашу Жемчужную Полесье на международном уровне». На той же базе училища Олимпийского резерва занимается и профессиональная команда Жемчужной Полесье, недавно вернувшаяся в Мозырь со сборов техничек. Девочки под руководством главного тренера Михаила Михайловича Коваленко совершенствуют свое мастерство на песчаных площадках и в тренажерном зале, и готовятся к турниру, который состоится предположительно в конце следующей недели. К сожалению, состязание, которое планировалось сделать республиканским, будет местного масштаба, но это где-то и лучше, так как сезон совершенно хорошо начинает вот с таких внутрикомандных состязаний, а уже заканчивает турнирами самого высокого международного уровня. Правда, что касается капитана Жемчужной Полесье Татьяны Серик, то она как раз-таки начнет сезон соревнования высшей категории сложности – чемпионата Европы. Правда, для этого нужно попасть в основной состав национальной команды, которая сейчас тренируется в Раубичах, но почему бы Мазыренке не сделать это? Благо, способности и трудолюбие этой симпатичной блондинки не занимать. А тренера Виктор Федорович Гончаров в симпатии относится к нападающему Мозырского клуба, которая заслужила своей спортивной карьеры как минимум поездку на континентальное переносло. Напомним, что с 6 сентября сразу в двух странах Германии и Швейцарии стартует женский чемпионат Европы. Для нашей сборной он начнется матчем с одной из сильнейших команд мира – сборной России. На следующий день национальная команда нашей страны поборит за победу с волейболистками Азербайджана, а заключительный тур группового этапа 8 сентября будет включать в себя и матч Беларусь-Хорватия. Кстати, быть может, эта встреча и станет определяющей для белорусок, так как для выхода в следующий этап нужно занять одно из трех первых мест в своей группе, а победить россиянок и в последнее время прогрессирующую сборную Азербайджана будет, ой, как непросто. Впрочем, это спорт, где все случается, и будем надеяться, что уже перед третьим, заключительным туром наша команда обеспечит себе место в следующем раунде чемпионата Европы. А значит, пар должен бороться за медали главного старта года для национальных команд. И на сегодня это все, дорогие друзья. Удачной вам недели. С вами был волейбольного зрения Евгений Монархович и Юрий Горобец. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok